Несмотря на то, что День пожилого человека отмечался накануне, праздничные мероприятия все еще продолжаются. Сегодня поздравления принимали пациенты Краевого госпиталя ветеранов. Для них устроили концерт. Мы регулярно устраиваем такие мероприятия. У нас это не первый год. Мы стараемся каждый год проводить такие мероприятия, потому что все-таки пожилые люди, они достойны того, чтобы мы им отдали дань уважения. Теплые и искренние слова звучали сегодня от гостей госпиталя. Поздравить ветеранов пришли первые лица города и края. Вы несете традиции, вы несете память, вы несете все то доброе, что в нашей стране, в нашем обществе имеет место, и передаете это все молодым людям. Вы сделали все для того, чтобы наша страна выжила, выстроила в самой страшной войне. И за это, конечно, вам огромное спасибо и низкий поклон. Не только поздравил, но и ответил на интересующие вопросы ветеранов и министр здравоохранения Сергей Давыдов. Он рассказал о большом проекте Министерства интегрированной медицинской карте больного. В результате его реализации будет сформирована особая база данных на каждого пациента, что позволит улучшить качество медицинских услуг, а доступ к результатам уже проведенных обследований будут иметь все врачи в крае. И у нас есть нацпроект, который сейчас рассчитан на 6 лет, и выделена колоссальная сумма денег. И в одном из подпунктов проекта «Демография» есть старшее поколение, где будет последовательно делаться то, что нужно вам. Особым подарком для ветеранов стало выступление ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю и театра песни и танца Забайкали. Юлия Тимошенко, Илья Жарков, Дмитрий Пенигин. Время новостей.